Ребятки, мы вышли на улицу, и все-таки я, наверное, решусь покраситься в этот розовый оттенок. Все-таки я захотела, подумала, с Аней проконсультировалась. Там комментария оттенчика писала, что можно кончики покрасить в розовый. Ну, мы решили, что будем, да, все волосы мои красить в корни, да. Корни я оставлю, а... Вот сейчас на улице мне не видно вообще, да, что происходит с волосами, потому что их даже не... Ну, так, вышло и вышло, не расчесывалось, не заплеталось ничего. Я очень спешу, очень переживаю, что будет дальше, будет эксперимент, вы можете с нами смотреть, что будет происходить. Дело в том, что девушка, которая нас вчера консультировала, дала нам не тот окислитель. Даже в комментариях, по-моему, Юлия писала, что нужен 6,1 или 6,2. Ну, 6 процентов. А она дала 1,9. 1,9, это вообще. Я, значит, говорю, давай возьмем этот окислитель и упаковочку от краски, пойдем ей покажем, и как бы, ну, чтобы она понимала, что она дала вообще не то. Чтобы она другим людям тоже такое же не давала, например, тему, у которых подобный цвет волос. А Настя говорит, я не хочу, не хочу. Я не хочу. Понятно, да, языка не знаем, но можно в переводчике было написать, не знаю. Ну, ладно, время идет, и я хочу побострее уже что-то решить. Ну, просто время идет, и деньги учитываются. Не, ну, понятно, ну, хорошо, но она все равно ничего не даст, она просто... Да не надо даже, чтобы она что-то давала, просто чтобы она была в курсе, что она, ну, совершила ошибку. Красочку, и включимся. Следите с нами. Ребята, наконец-то мы нашли ее. Ее очень долго не привозили, теперь она появилась, крупа огречневая. 4 евро килограмм. И, короче, шли, все едят картошку, и мы тоже запустили картошку. Надо снять мне стресс. Да. Купили мы краску, дома уже все покажем. Давайте будем смотреть. Такая порция стоит 3 евро 10 центов. Вообще картошка 2,60 и 50 центов майонез. Огромная порция. Не понимаю, как берут люди одну. Ну да, идет. Детям особенно дают. Типа одну порцию на человека. Тут одной на двоих. Да, очень много. Так что все, будем... А ну, пробуй на камеру. Туста? Слышенько. Не соленая. Не соленая, она солила. Она солила, а та и говорит, типа, хватится. Серьезно? Да, да. Не, вообще. Что нам пришло, это пришло, видимо, всем. Мы думали, нам какое-то реально письмо пришло. Может, по поводу газа или по поводу света. Ну, такое. Ребята, как вы можете заметить, я аж покрасилась профессиональной краской. Мне ничего не подошло. Мне не понравился этот оттенок. Вообще никак не взялся. Поэтому я решила дальше экспериментировать. И купила две краски. Вот. Первая краска я хочу ближе к блонду привести, волосы, чтобы потом сделать волосы розовыми. А я сейчас покажу вторую краску. И вот купила я красочку в Германии. Вот такой вот цвет. Я же говорю, покрасимся мы в блонд, а потом нанесем, не знаю, не яркая краска, нормальная. Такой цвет должен быть прикольно получиться. Давайте, может, начнем и увидим, какой конечный результат получится. Потому что сегодня я была очень расстроена. Из-за того, что у меня вот такой непонятный цвет получился. Ну что ж, приступим. Ребятки, вот я уже намешала. У нас будет вот эта красочка беленькая. Ой, я не могу, а мяг, конечно, конкретный. Не знаю, выдержат мои волосы. Будем экспериментировать. И потом, после этого, все-таки будем наносить розовый оттенок. Я думаю, что будет прикольно. Давайте на это все посмотрим. Ребята, как вы можете есть? Ой, я просто по луны слез глаза. Аммиак настолько сильный. Я не знаю, как можно делать такие порошки. Они тебе маску дать или что? Да, короче, у меня вот такая задышка была. Сейчас окно открыли. Я думала, я умру. Говорю, Аня, быстрее воды. Ну, не умерла же. Не умерла, Аня говорит. Продолжаем эксперимент. Да, так что такое. Будем продолжать, несмотря на все. Да, ни на что. Давай, 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 давай. Ребятки, как вы можете видеть, я уже покрасилась. Где, как. Ну, это еще не высохло. Но более-менее, думаю. Сейчас мы попробуем уже розовую красочку. Мои волосы, наверное, просто в шоке, что с ними происходит сейчас. За один день три краски сразу. Ой, не знаю, что будет. Сейчас волосы подсушатся до конца. И будем наносить розовую фарбу. Дивиться с нами наши эксперименты с волосами. Ребята, вот он результат. Не знаю, мне нравится. Как Насте. Я тоже довольна. Не знаю, может на первое время я не знаю, сколько эта краска будет держаться. У нас такое... Смотрите, какой переход. Раз. Камера что-то не передает. Реально не передает. Не знаю, почему. Не передает камера. Может эффект какой-то. Какой эффект? Ну, яркость несет, сделает. Ну, идем в другую комнату. Вот, тут лучше видно. А ну, повернись. Вот. В общем, не знаю. Прикольно. Я вставлю потом фоточки. Да, мне понравилось. У нас такое, типа, мелирование получилось. Ну, не знаю, временно-то, не временно. Но я, по крайней мере, довольна, что я не темная какая-то. Мне, как оказывается... Как по мне, тебе идет. Мелирование может идет. Хоть мы поэкспериментировали как-то. Но мне понравилось. Буду пробовать еще. Конечно, волосы, ребята мои, настрадались, как вы можете видеть. Я не знаю, почему, но живой эффект, конечно, лучше. Мне очень понравилось. Не знаю. Буду теперь экспериментировать с этой красочкой. Что-то красить, потому что... Ну, мне понравилось. Лично мне понравилось очень. Аня постаралась. Молодец. Напишите, как вам мой оттенок, мое мелирование. Ну, впервые в жизни. Мне кажется, мне даже так ничего подходит. Темный оттенок я не хотела. Как бы там кто ни говорил, краска обычная есть обычной. Она в любое время смоется. Поэтому я решила поэкспериментировать. И сделали вот такие у русалки волосы, мне кажется. Прикольно. Мне нравится, ребята. Напишите в комментариях, как вам нравится или нет. Мне кажется, даже ничем. Ребятки, на этом все. Такое прелестное у нас видео выйдет сегодня. Будете смотреть. Не забудьте поставить лайки. И написать в комментарии. Все-таки вам понравилось это тетяна Килиния. Краску я, может, если кому-то будет нужно. У кого светлый блонд, можете экспериментировать. Это реально прикольно. Кем я советую эту краску? Я думаю, она временная. Как вы можете видеть, она не прям эффективная. Но ничего, так милирование произошло какое-то, как будто мне это понравилось. Так что пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайк. Мы вас ждем. И не забывайте о нас. Всем приятного и красивого, и приятного вечера.